всем привет вы на канале творческий уголок смотрите расцвел пион смотрите какой красавчик больше ладони такой вот так здесь я уже все развесила сделала красоту такую покажу вам немножко здесь тоже пион и питунья начинает она еще раз растется здесь земли в горшках достаточно будет такой пышный пышный куст и вот еще одна тут еще в подвесах ничего не цветет и здесь у меня тоже красота уже красота вот так вот но розы еще не цветут там пиончик возле забора украшает забор коричневый этот темный вот и здесь скоро скоро уже тоже у меня будет красота красота там теплички тоже все хорошо подвязала помидорчики с минска приехала они уже вовсю цветут уже маленькие есть и скоро будет уже я думаю урожай огурчики еще маленькие зато уже клубника посмотрите смотрите какая клубника уже все скоро урожай будем собирать первый с этой стороны пион весь в трассе так забрала посылочку с пряжей пряжу заказала вот такой вот заказала на плюш бледно розовый белый ну и вот такой вот красивенький розовый и полухлопок заказала неоновый из неоновой серии вот такой вот красивый желтый лимонный оранжевый зеленые вот такие вот красивенькие цвета еще такой вот желтенький и вот эти взяла для моих новых куколок это на волосы а вот это сами куколки будут такие вот я уже и начала ну вот мне кажется нормально должно быть вот такой вот цвет для куколки вот и вот такой вот розовый потому что розового у меня уже нету плухлопка а для одежды для куколок наверное пригодится вот столько пряжи этот раз заказала побыла я на ярмарке вот хочу подвести маленькие итоги куколок моих забрали купили поэтому вот я теперь снова буду вязать куколок для этого вот сразу и заказала вот эту вот пряжу дальше с вот этих вот хочу связать лягушечку такие красивые оттенки взяла еще у меня ярко зеленый есть поэтому вот такая лягушечка будет с полухлопка ну и все остальное белый я взяла потому что там заказывала немного другой но оттенка не было конкретного того что я хотела поэтому я попросила чтобы положили мне просто белый пригодится ну по 2 подвожу итоги этой ярмарки чарунный млэн побыли три дня ярмарка конечно такая была шикарная людей достаточно было но и мастеров достаточно было поэтому я там уже выложила одно видео чтобы показать насколько она масштабная ну поучаствовали посмотрим будут нас еще приглашать или не будут но в любом случае я попробовала что это такое конечно утомительно три дня сидеть там продавать я не привыкла к этому но ничего все справилась все получилось в первый же день у меня купили моего лёву большого огромную эту игрушку я ее продавала по 65 рублей ну вот и грушу не взяли а лёвика забрали дальше купили куколок моих по 50 рублей я их продавала поэтому вот взамен я буду и лёву вязать для ассортимента и куколок еще свяжу конечно может быть другого плана куколок чтобы веселее было мне вязать потому что одно и то же я не люблю вязать это так утомительно и и все забрали всех гусей и брелки у меня там были и у меня там было побольше игр два гуся было и средние были и авиатор гусеныш был короче забрали всех и если бы я связала еще дополнительно то и взяли потому что потом подходили и спрашивали им надо было два одинаковых гуся но у меня их уже не было они пошли как бы дальше игрушек на самом деле было очень много на выставке поэтому конкуренция была очень большая если на 8 марта мы ходили на чаровный момент там игрушек вообще не было вязаных не было чуть-чуть совсем таких было игрушек разных то этот раз было игрушек просто море поэтому вот ну продалось что продалось вот дальше брелочки брелочков брелоков продалось достаточно много вот например мир миньонов я уже связала по новой потому что был там такой казус на ярмарке я тогда связала по мастер-классу своих миньонов а в результате мне подходит маленькая девочка и объясняет что у меня миньоны неправильно связанные поэтому я приехала быстренько посмотрела мультик и уже связала вот таких вот миньонов которые уже более похожие во первых вывязала им глазки там у меня глаз глазки только были была такая просто глазик который бегал вот и здесь по вывязывала им уже вот эти вот шлейки там у меня шлейки не было оказывается для для детей это очень важно чтобы как бы если из мультика брать персонаж что он должен быть прям максимально похожий ну короче тут уже я постаралась так постаралась глазик вывязала сами вот эти вот брелки они небольшие поэтому два глазика здесь не красиво получается поставила им одному глазику ну вот пять штучек это для следующей 8 июня следующая ярмарка вот для следующей я тут связала быстренько вот таких вот миньончиков это пожалуй только единственное что я связала вот после ярмарки тут немножко отдыхала заказывала пряжу и все остальное брелки еще брелочкам немного разных там я бы продавала ну и как бы погремушки хорошо разошлись вот теперь мне с полухлопка надо будет еще делать погремушки поэтому наборы мы я не стала формировать набор и продавать наборами потому что стол у меня просто ломился от игрушек поэтому ну в следующий раз может быть надо делать и наборы потому что спрашивали подходили и спрашивали там на подарок надо было им наборчик для малышки но у меня к сожалению они купили только погремушку ну вот такие как бы итоги этой ярмарки не сказать что как бы сильно довольная я осталась этой ярмаркой ну попробовала и даже если у меня что-то не получилось то конечно это как бы была моя вина потому что может быть еще не из не изучен был ассортимент который покупался теперь я уже побывала на этих двух ярмарках и теперь я понимаю какие игрушки мне стоит вязать дальше от каких отказаться потому что зайчика у меня вообще ни одного не купили зайчик только погремушка была куплена а больше зайчика вообще не купили во первых спрашивали зайчики потому почему-то решили что они сильно дорого стоят эти зайчики по 35 рублей я полухлопок продавала больших зайчиков и как бы подходили люди и говорит ну как бы хотели подешевле но извините меня подешевле я их не могла продать потому что это тогда я бы ушла вообще в минус с этими зайчиками поэтому вот зайчики все остались на месте пока я зайчиков новых вязать не буду потому что надо сначала продать как бы этих ну а так все с большего как бы то что как бы было предложено то что в тренде то раскупили но остальное буду теперь смотреть я посмотрела на других мастеров посмотрела что они вяжут как это все покупается ну и теперь уже буду делать выводы и уже впоследствии если решу для себя что я буду участвовать еще в каких-то выставках пока я все эти ярмарки выставки и все такое продажные дела эти я оставлю на паузу до осени потому что сейчас у меня будут другие дела и ну и надо ассортимент уже подвязать немножко буду вам показывать каждую неделю что я вяжу как у меня продвигается это все и немножко проработает другой ассортимент может быть что-то чтобы поинтереснее ну вот такие вот дела до скорых встреч жду вас на своем канале